Оставили? Не сдаетесь? Дэн, вы откуда будете? Из Питера. А вы? Ленинградская область. Откуда Ленинградская область? Ломоносовский район. Поселок Робш. Робш. Чем знаменит Робш? Там находится дворец, усадьба Петра Первого, где задушили подушки Петра Третьего, усадьба Екатерины Второй последующим. И танк КВ-1. Что там? На монументе находится танк КВ-1. А что за танк КВ-1? Так называется КВ-1. А почему он не поставил? Потому что он первый, кто прорвал кольцо вокруг Робша. Сформулируйте теперь это по-русски. Если бы я еще хорошо учил историю, сформули. И знал бы русский язык. Просто эти танки участвовали в прорыве, да? А не совершил прорыв. Ну, хорошо, как вы заговорили о русском языке, на какой факультет? Майнаш-ман. А вы? Фотонико-информатика. Хоть поняли, что вы сами сказали о нем? Вы факультет ряда. Я понял. И как бы в этом и есть студенчество. Коль бы все-таки заговорили на русском языке. Скажите, а сколько букв в русском алфавите? 33 буквы. Уверены? Да. Точно? Да. А вы как думаете? 33. Уверены? Уверены? Да. Точно? Да. Странно. А мне всегда учили, что в русском языке не так. Оказывается, есть еще не только буквы, но и знаки. Итого 31 буква и 2 знака. А какие знаки? Твердый знак, нет? А и краткая, куда она относится? А она относится к буквам, так как имеет твердость. А теперь у нас слышно, что мы краткая, не имеем твердость. Ну ладно, хорошо. Молодчик, можно вас пригласить еще сюда? Да. Идите смелее. Давайте возьмем сайт, говорят, молодчик, можно вас тоже пригласить? Там с той стороны тоже есть лезель, да? Ну давайте кому-нибудь с Камчатки. Кто там? Девочку? Ну давайте девушку. С Камчатки девушку. Ну идите уже, идите. Вы одна поднимаете руку. Я не знаю, вас это полпочтей или нет. Что девушку? Девушку из Железногорска? Да. Попрошу выйти девушку из Железногорска. Из Железногорска? Железногорска. Яна. Яна, по-моему, покушается ваша судьба. Вам хотят, по-моему, что-то сказать. Скажите, а меня вы давно знаете? Нет, один день. А родители ее уже знают, что вы ее знаете? Да, я знаком с ее отцом. Ну, если я первую вышел, то, наверное, я успел познакомиться. Наш послевок везде послевок везде. Яночка, вы там заблудились среди парней? Это не один день знакомых. Ну, вы ей хотели что-то сказать? Я? Нет, я хотел вызвать сюда. То есть вы по ней соскучились? Конечно. Вы знаете, очень... Пусть она будет стоять на сцене. Вместе с вами. Да. Вы знаете, может быть, с этого и начинается любовь. Мне совсем недавно пришлось вести вечер, на котором присутствовали пары, которые прожили вместе 50-й более лет. Я подходил к разным парам и задавал один и тот же. Скажите, а вы сколько вы вместе 50-й? А вы сколько? А мы 54-й. А вы сколько? А мы 60-й. И я подошел к одной паре, которая была завершающей вот за чек-то этого большого стола. Ну, здравствуйте, а вы сколько вместе лет прожили его? 70 лет. Я так посмотрел на него, на него, думаю, они меня обманывают. Я говорю, скажите, граждан, вы уже в том возрасте, когда я могу сказать, сколько вам лет? Тобой бравый, может, что возник, мне 92, а моей супруге 89. Я высоко начал считать и понял, что действительно они могли вместе быть 70 лет. И я вдруг ни с того ни с сего задавал один и один вопрос, на который думал, он не ответил. Скажите, пожалуйста, а вы помните день своего знакомства? Этот бравый человек, конечно, помню. Я был курсантом военного морского училища в Адмиралтействе. Вышел в самоход за папиросами. Тогда сигарет не было. Зашел в магазин. Этот магазинчик существует до сих пор на Адмиралтейском проспекте. Ему не хватило 2 копейки. Он вышел и первой встречи с девушкой попросил толку 2 копейки. Ей сказал, что на танцы отдам. Она таки пришла на танцы. Она его нашла, он и проводился. У них счастливая семья, четверо детей и 12 внуков. Лучше там все близко было, да? Уже даже были праздники. И так же, как и вас, у меня тоже пришел этот вопрос. Отдал ли он ей 2 копейки? Я задаю ему этот вопрос. Скажите, а вы ей отдали 2 копейки? И тут вот этот капитан первого ранга, убеленная седина, пускай и рюкова, она чуть-чуть покрывается румянцем. И она отвечает, нет, у меня не дало. Но может быть и есть счастье в этих двух копейках? Дайте друг другу в долг, потом по копейке. И не отдавайте всю жизнь. Может быть, действительно, с этого и начинается счастливая семья, жизнь и радостная семья в умерших. Да? Конечно, в этот момент должна прозвучать песня, в которой могут гордиться все. Да, о гимне мы сегодня поговорили. Но ведь вы же пришли сюда для того, чтобы... Несмотря на то, что на ваших плечах у многих не будет погон, но вы же пришли сюда для того, чтобы служить России. И спасибо этой замечательной песне, которая нам поможет сегодня сказать вам счастливого доброго пути. В конце песни, при помощи тех, кто стоит сейчас на сцене, настоящих военмековцев, мы устроим праздничный фейерверк. Я думаю, что у нас все получится. Не правда ли, военмек? Военмек! А мы встречаем солистов хора русской армии.